В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Школьный стадион, детский сад и школа номер 10 на выездном совещании администрации проверила ход ремонтных работ на объектах капитального строительства. Об актуальных вопросах здравоохранения в городе главный врач КБ-50 провел пресс-конференцию. Песня о войне и победе завершился первый городской конкурс пожилых людей серебряный возраст. Далее расскажем обо всем подробно. Реконструкция 44 детского сада и школьного стадиона. Представители администрации рассказали о состоянии новых объектов капитального строительства. На традиционном объезде руководители компаний-подрядчиков отчитались о проделанной работе и обсудили сроки сдачи объектов в эксплуатацию. Новый стадион уже в этом году появится между 14 и 16 школами. На его строительство из городского бюджета выделено 37 миллионов рублей. Подрядчиком выступает дорожно-эксплуатационное предприятие. Будет мини-футбольное поле, будет беговая дорожка, будут еще три площадки. Все они будут огорожены, выполнено будет освещение и будет видеонаблюдение здесь. На этой неделе начался монтаж ограждений. В ближайшие дни планируется приступить к установке водоотводных лотков и бордюров. К середине августа подрядчик обещает завершить все работы. Пользоваться стадионом смогут как школьники, так и жители окрестных домов во внеурочное время. В 10-й школе по опыту нашли возможность для того, чтобы жители активно пользовались этими площадками. Поэтому будем искать пути для того, чтобы можно было использовать в свободное от занятия время эти спортивные сооружения. Еще один объект, на котором сегодня идет работа – детский сад номер 44. Зимой ремонт не останавливался, строители выполняли внутреннюю отделку. Вот этот зимний период, он дал многое. Сейчас в данный момент уже планируется выйти и на территорию, на благоустройство. Помимо отделки в саду появится новое технологическое оборудование, пищеблок и прачечный, офисная и детская мебель. Работы планируется завершить к концу лета. Самый проблемный объект, который сегодня находится на капитальном ремонте – 10-я школа. Пока выполнено около 15% от всего объема работ. Отставание в графике – 3 недели. Это связано с тем, что проект был сделан с большими недоработками. Профессировщики не наши, городские, не городские. Это Самара. Все выявляются, все эти недоработки, в процессе начинания выполнения работы. Которые, по сути дела, нельзя увидеть при приеме проектной документации. Также задержки связаны со способом финансирования строительства. Деньги идут через Министерство образования. Требуются дополнительные процедуры для переводов. Однако, несмотря на сложности, здание планируется принять в эксплуатацию до нового учебного года. Главный врач КБ-50 провел пресс-конференцию. Сергей Оков отчитался о работе клинической больницы за два последних года. Привел статистические данные рождаемости и смертности в городе. Рассказал о программах поддержки молодых специалистов. А также обсудил с журналистами самые актуальные вопросы о здравоохранении в Сарове. Подробности далее. Миллион посещений амбулаторных подразделений, 23 тысячи больных, получивших лечение в стационарах, и 3,5 миллиона лабораторных исследований за два года. А также снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и работа над программой по уменьшению смертей среди больных онкологий. Эти другие вопросы обсудили на пресс-конференции главного врача КБ-50. На встрече с журналистами шла речь о заработной плате медицинских работников. По словам Сергея Окова, зарплата в среднем повысилась на 24%. Это ощутили врачи и младший медицинский персонал. Мы провели перевод в течение года младшего медицинского персонала в немедицинский персонал, но при этом увеличили им заработную плату. В среднем увеличение заработной платы произошло в этой категории на 47%. Если раньше медицинскую помощь населению оказывало 25 терапевтов, то сегодня их число сократилось до 15. Из-за нехватки специалистов этого профиля в поликлиниках укрупнены врачебные участки. В этом году перед руководством и медицинским персоналом стоит еще одна важная задача – увеличить объем помощи в акушерском отделении. Акушерское отделение и штаты, и здания рассчитаны на 1200-1400 родов. Значит, у нас реально сейчас 700-800 родов. Одно из важных нововведений, касающихся медицинских исследований, переход на забор крови только из вены. Исключение составляют пациенты, которым не требуется широкий спектр анализов и достаточно результатов по конкретному показателю. Кровь из пальца продолжат брать и у детей, если не требуется более серьезного исследования. Мы вообще перешли на международный стандарт. На сегодняшний день проведение анализов крови проводится с использованием автоматических анализаторов. Это более точная диагностика, это более объективная диагностика. Не обошли стороной вопросы нехватки врачей узкого профиля, а также проблему записи на прием и вызовы врача на дом. Переход на цифровую телефонию и единый номер регистратуры призван уменьшить очереди и оптимизировать процесс попадания к специалистам. При вспышке заболеваемости гриппом и ОРВИ трудности все равно остаются. За медицинской помощью на дому в этот период обращалось по 600 человек в день. И в рамках вызовов на дом, сколько бы мы операторов не вводили, то есть время ожидания все равно может быть. Сейчас мы будем тестировать систему вызова на дом через либо СМС-сообщение, либо вызов на дом через регистратуру, вот так как у нас сейчас реализовываются записи. На пресс-конференции шла речь о строительстве здания детской поликлиники. На данный момент проект находится на госэкспертизе. Заключения ждут в конце апреля. Управление Росгвардии по Нижегородской области предлагает жителям сдать незаконно храняющееся оружие за вознаграждение. Работа по приему оружия и выдаче документов, подтверждающих факты его сдачи, организована в территориальных подразделениях полиции и отделах лицензионной разрешительной работы Управления Росгвардии региона. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 25 апреля в Нижегородской области пройдет прямая телефонная линия «Партнер». Специалисты центров занятости проконсультируют граждан предпенсионного возраста по вопросам продолжения трудовой деятельности. Прямая телефонная линия будет работать с 10 до 12 часов. В Сарове звонки будут принимать по номеру 7-92-20. В Сарове завершился прием заявок на участие в программе поддержки местных инициатив. Напомним, суть этой программы заключается в том, что жители сами определяют, какие проблемы требуют первоочередного решения, а затем решают их на основе софинансирования. Большую часть денег предоставляет региональный и городской бюджеты. От граждан требуется собрать менее 10% от общей суммы. Как сообщили в городской администрации, Саров в этом году отправит на утверждение 8 проектов, в том числе благоустройство дорогой территории на улицах Шверника и Куйбышева, ремонт тротуара в первом микрорайоне, устройство наружного освещения. Общая стоимость проектов превышает 15 миллионов рублей. О том, какие проекты получат «Зеленый свет», станет известно уже в мае. 15 апреля в клубе «Прогресс» пройдет первенство «Рфят» снефт-подарц в парном разряде. Начало в 18 часов. Игры пройдут по системе 501 до 3 побед. Заявку на участие можно подать в клубе «Прогресс» 12 апреля в 18.30. Спустя три десятилетия после крупнейшей техногенной катастрофы государство продолжает исполнять свои обязательства перед теми, кто рисковал своей жизнью и здоровьем при ликвидации последствий аварии. В администрации вручили второй в этом году сертификат на получение жилищной субсидии ликвидатору последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Геннадий, давай езжай, ты там все знаешь? Езжай. О своем отправлении во вторую командировку на Чернобыльскую АЭС Геннадий Комаров вспоминает с улыбкой. Но тогда было не до смеха. Дома оставались беременная жена и маленький сын. О рождении второго он узнал уже в Чернобыле. Работая водителем, Геннадий Владимирович доставлял бетон для строительства саркофага над четвертым энергоблоком. Было такое, что я три дня там упал, валялся, кровь из носа стекла. Ну, было такое. И здесь скорую вызывали всякое было. Ну, сейчас вроде нормально. Спустя 33 года после самой большой экологической катастрофы в современной атомной энергетике государство продолжает исполнять свои обязательства перед теми, кто рисковал своей жизнью и здоровьем при ликвидации последствий аварии. В администрации Геннадию Комарову вручили сертификат на получение субсидий для приобретения жилья на сумму более миллиона рублей. Ну что, я поздравляю вас. Спасибо, Алексей Викторович. Я поздравляю членов семьи. Спасибо, Алексей. Спасибо, Алексей. Субтитры сделал DimaTorzok Скажу, это была неожиданность, потому что все были обаятельны, привлекательны и неотразимы. Единственным участником мужчины стал Владимир Мамаев. Он занимается вокалом уже много лет. Для выступления на первом городском конкурсе «Серебряный возраст» исполнитель выбрал песню «От героев былых времен». Жюри оценило трогательное и проникновенное исполнение композиции и присудило певцу диплом победителя. Также в дуэте с Людмилой Песковой Владимир Мамаев спел песню «Мы друзья перелетные птицы». Я надеюсь, что в дальнейшем, может быть, почаще будут фестивали такие, может, даже приезжать будут откуда-то за зоной. Фестиваль показал, что в нашем городе много пенсионеров, которые готовы выступить, показать свои вокальные данные. Так считают организаторы из партии «Единая Россия». Сначала вокал, потом, возможно, может быть, хоровое выступление. И вот эти вот все форматы мы готовы проработать в течение этого года и последующего года для того, чтобы действительно было интересно с жителем общаться, ветеранам и пенсионерам общаться между собой здесь, на нашей площадке. Также в планах провести подобный конкурс между нашими исполнителями и певцами «Серебряного возраста» из Арзамаса. Рисунки, поделки и рассказы о пожарной охране Сарова и людях, которые ежедневно рискуют своей жизнью в борьбе с огнем. В клубе «Мечта» подвели итоги городского фестиваля детско-юношеского творчества «Что я знаю о пожарной безопасности». Эксперты оценили более ста конкурсных работ в разных номинациях и возрастных категориях. К участию в конкурсе «Что я знаю о пожарной безопасности» школьники Сарова подошли очень ответственно. Ребята смастерили пожарные щиты и роботов из подручных средств, нарисовали картины и написали стихи с призывами внимательно относиться к использованию открытого огня. Дети, обучаясь во время этого конкурса, могут сделать элементарные какие-то правила, что нельзя в розетку что-то лишнее вставлять, нельзя играть с огнем, нельзя играть с спичками, с зажигалками. То есть человек будет уже предупрежден от любой пожарной какой-то опасности. Специальных призов удостоились ученики школы номер 10 Андрей Крылов и Ян Тырзов. Со своим педагогом они создали картины в технике выжигания. На одной они изобразили герб четвертой пожарно-спасательной части, а на второй – портрет ветерана пожарной службы Сарова Владимира Белина. К сотрудникам городской пожарной охраны в этом году у участников конкурса особый интерес. В рамках новой номинации «История персонали» мальчикам и девочкам было предложено записать со слов бывших сотрудников пожарных частей об их нелегком труде. «История персонали» предлагалась участникам рассказать какую-либо историю о известном спасателе города. То есть, ну, показать с одной стороны человека, как он занимался той своей пожарной безопасностью в нашем городе. Самой главной наградой в конкурсе стало знание правил пожарной безопасности и действий, которые могут сохранить жизнь и здоровье в экстремальной ситуации. Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите истории тех, кто дарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Для большинства из нас Великая Отечественная война – это история, но для тех, кто прошел через ее фронты, она осталась тяжелым воспоминанием. Николай Васильевич Фенько родился на Урале в Челябинской области. Закончив семь классов, он пошел работать. А когда юноше исполнилось 17, его призвали в армию в Челябинское танковое училище. Когда закончилось танковое училище примерно год, нас собрали в клубе завода и сказали, завтра вас поднимут ночью по команде. Их подняли по тревоге. Зачитали приказ Сталина, раздали ключи от танков и отправили на фронт. Как вспоминает Николай Васильевич, все происходило очень быстро. Прибыли мы в район Великие Луки. Это уже была прорезантовая полоса. Часо на руку в пять приехали, выгрузили танки. И тут командир полка сказал, что заехать в лесок до вечера. Там будем готовиться к следующим действиям. Загрузив припасы и проверив снаряды, солдаты ринулись в бой. Каждый, забыв про страх, был готов биться за родину с ненавистным врагом. Несмотря на весь ужас, творившийся вокруг, Николай Васильевич никогда не терял веры в победу. Прыгнул из танка и выскочил. А тут такой огонь сильный. Нельзя голову поднять. Я упал на пол, полежал. А потом думаю, а как же выполнять на команде приказ командира полка? Я подумал, подумал, давай ползком попытаюсь. Ползком полз, я прополз, метр 20-30 уже и устаешь. И далеко ползти, что метр, наверное, 500. Несмотря на препятствие, выполнить приказ Николая Васильевича удалось. Но молодой солдат был тяжело ранен. Тут привязали мне все, что могли сделать. И оказалось, как госпиталь, даже не помню. Долго операцию делал, менял, что делали. В результате меня отправили в госпиталь. И я лежал в госпитале 6 месяцев. После пулевого ранения Николая Васильевича отправили в тыл подготавливать молодых бойцов. И уже когда война закончилась, его по распределению отправили в наш город. Сегодня Николаю Васильевичу 93 года. И за его плечами богатый жизненный опыт. 37 военных наград, более 60 благодарственных писем – значок почетного ветерана Великой Отечественной войны. Но самой важной наградой в его жизни он считает свою любящую семью.